Всем привет, с вами Андрей и Наташа, и мы на канале Тихая Реакция, да, и мы сегодня смотрим на расширение вселенной Джона Уика, трейлер-балерина, да, с Анны Де Армс, надеюсь правильно ее имя произнес, это такая в локальных кругах популярная актриса, по крайней мере я видел много шорсов с ней, то есть многие ее любят за ее обаятельность, внешность, и ее взяли в боевик, да, и интересно будет посмотреть, что тут из забавного, как я понимаю, фильм просто называется Балерина, понятно, что вселенная Джона Уика, у нас это прямо написано, Джон Уик, балерина, чтобы люди не путались, понимали, что есть кто, мы видели первую часть Джона Уика вместе, я видел еще когда-то ходил в кино на Джон Уик 2, там уже есть 3-4, когда-нибудь может быть мы ознакомимся, это в свое время, да и сейчас на самом деле такой крутой экшен, но он прям, каждую часть он становится все безумней, если в первой частью Киану Ривз, как многие увидели, мстит за собаку, было такое, да, было такое, хотя там как бы интересная идея, что человеку достало все, но это тоже классика, таких фильмов по сути полно, где все, мужик в отставке, он сходит с ума и начинает псить, но первая часть зарешала стилем, вот эти костюмчики, там музыка, Киану Ривз, минимальное количество слов, но да, там дальше, дальше такое происходит, я примерно представляю, там, по-моему, в четвертой части какой-то слепой появляется убийца и так далее, там уже такой фэнтези. Там по четвертой части вообще недавно выходила. Да, да, она недавно выходила, ну, уже там, наверное, готовится пятая, я думаю, выходил отдельно, слышал сериал, но он вроде как не совсем взлетел, или он еще только планируется, он именно про отель, вот куда Джон Уик приходил, там же мир убийц, и у них там свои правила, как вот они живут. Да, да. Ну, я думаю... Давайте посмотрим, да. Думаю, да, мы посмотрим, я только скажу про наши соцсети, это Телеграм-канал с дополнительным текстовым контентом и Бусти, там тоже дополнительный контент. Платный, бесплатный, да. Да, ну, еще у нас есть Яндекс.ЗН.ВК, всем привет, кто там смотрит, можете ознакомиться, ссылка в описании, целое все. Да, все ссылки у нас есть. Давайте начнем. Да, да, да. Сразу так, намек. Ты любишь танцевать, я знаю, где этому учат. Я отведу тебя, если ты хочешь. Чтобы остановить убийцу, ты должен стать убийцей. Ты всегда будешь слабее, ты всегда будешь меньше. Хочешь победить? Импровизируй. Адаптируйся. Жаль, мужика. Как коняшка. Добро пожаловать в континентарь. Ева Макару из Русско-Рома. Как же приятно вновь вас увидеть. Вы понятия не имеете во что влиять. Это мы не знали. Вот это неожиданно. Ну, надо денежки зарабатывать. На одних ходячих не вытянем. Они убили моего отца. Мстит. Да, да. Ну, хоть не за собаку. Пока они живы, это не закончится. Судьба очень смиренная штука. Она жёсткая, но у неё всё на такое лицо прям. Да, она женственная, милая. Она крутышка, такая крутышка. Тот, кого они называют бабой-ягой. Как не начать делать то, что делаете вы? Они показывают, они показывают. Похоже, что вы уже начали. Показали. Ну, может, там в фильме на пару секунд появится. Да, я думаю, так и будет. Вселенная. Я с вселенной. Я в шоке. Я в шоке, что эта вселенная вообще расширилась. Да там то, что 4 части уже есть, это шокирует. А тут они аж отдельно сделали. С отдельным персонажем. Ну, вот они идут в обширение. Я не знаю, что там. Я вот говорю, смотрю только две части. Там уже вторая часть так безумно заканчивается. А там ещё третья, четвёртая. Что там придумали? Да. Это удивляет меня. Ну, я хочу сказать насчёт трейлера. Мне он понравился. Красивая картинка. В целом экшен, понятное дело. Ну, вот я просто вспоминаю сейчас первую часть «Желмы». Как будто там экшен более плавный, что ли, и более интересный. Здесь как-то чуть-чуть не дотягивает всё-таки. Но всё равно мне понравилось. Нет, но сцены есть интересные. Есть интересные сцены, да. Да. А так... Что ещё сказать? Ну, я думаю, из-за того, что это не совсем «Джон Уик 5», да, а отдельный такой фильм. Балерлина. Тут, наверное, меньше всё-таки бюджета вложили. Мне кажется. Ну, я не знаю, да. Я не знаю историю создания, кто этим всем занимается. Тот, где там режиссёр. Там уже, наверное, много команд работает. Но, в целом, вот, и отдельно ещё что отмечу. Ну, реально, такая героиня, не знаю. Ну, милашечка. Не похожа она на убивца. Да, она не убийца, она убивец. Просто я вот, например, вспоминаю из «Марвел» Наташу. Она тоже такая достаточно женственная, но при этом она как будто гармонично смотрится в том, что она шпионка. как-то она справилась с этой задачей. Не знаю. А вот здесь вот как будто чувствуется, что… Тут ещё такая маленькая… Да. Ну, правда, тут идёт прям акцент. «Справляйся, вот как-то адаптируйся». Да, 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 да. И когда она там делает какие-то смертельные движения, у неё такое лицо серьёзное. Она прям такая, да. Она прям дуется, что вот… Такой злой котёнок. Да. Но, я думаю, сыграет свою роль то, что именно её пригласили. Ну, да. Потому что она не гига-звезда, но узнаваемая личность. Мы вот с ней именно познакомились по «Бегущей по лезвию». В принципе, больше нигде я не видели, которая именно вторая часть. Да. Да. Ну… Пишите. Слушайте, прошло с «Бегущей по лезвию» лет десять, да? Она очень хорошо. Десять, думаешь? Ну, по-моему, в 2014 году выходила «Бегущей по лезвию» 2. Ну, ладно. Ну, короче, хотел сказать, что она очень хорошо выглядит прям. Она прям очень молодо выглядит до сих пор. Да, ну… И ещё тут будет вот из интересного где-то… Джон Уик, если что, он же белорус вообще-то по лору. И его называют «Баба Яга». И тут она балерина. У нас, естественно, из фильма «Голливудский балерина» это тоже связывают вот с постсоветским пространством. Да, да. Она-то дерётся с какими-то милиционерами в одной из сцен. Но я предполагаю, что если это нереальная какая-то страна будет, то они, может, придумают какую-то такую постславянскую страну, но где-то они будут вот драться в родных просторах. Я не знаю, как в оригинале, но тут упомянули, что она из России. Она прям сказала? Да. Там заходил мужчина и сказал, что там русская, что-то такое. Так нет, я говорю, нет. Ну, она балерина, типа… Да, да, да. Это всё, но не совсем понятно, да. Ну, пишите, кто знает. Толк Лор уже. Да, да, да. Джон Уика. Джон Уик. Надо, надо смотреть какую-то 3-4. Да, у нас в списке лежит. Потому что и Киану Ривз, естественно, любимка. С ним много различных вещей просмотрено и ещё будет. Да. Так что… Шок. Шок, да. Лично меня шокировало. Так что ставьте лайки. Вот такой-то троллер надо поставить. И подписывайтесь на YouTube, Telegram и Boosty. Нам будет приятно. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok